Второй год подряд в летний период Главное управление МВД России по Краснодарскому краю проводит широкомасштабную информационно-профилактическую и пропагандистскую акцию «Кубань. Территория безопасности». Ее заключительный этап прошел во Всероссийском детском центре. Для Орлят спецназовцы провели показательные выступления, на которых побывала и наша съемочная группа. С особенностями своей службы правоохранители знакомят Орлят, воспитателей, специалистов отделов и служб центра. Основная цель – напомнить всем правила поведения при возникновении опасных для жизни ситуации. Мы должны прекрасно понимать, что в случае возникновения какого-то чрезвычайного ситуации мы должны быть готовы правильно действовать. Не только надеяться на помощь специальных сил быстрого реагирования, это и Альфа, и ОМОН, и структура МЧС, и полиции, но сам человек должен уметь принимать правильное решение, чтобы спасти не только свою жизнь, но и жизнь близких, друзей, обычных людей, которые оказались рядом с ним. На стадионе Орленка участники акции устраивают настоящее шоу. Сотрудники Зонального центра кинологической службы вместе с Кокерспаниелем инсценируют процесс поиска взрывчатых веществ, а немецкая овчарка Спарта самостоятельно задерживает преступника. Сотрудники ОМОНа показывают боевые приемы рукопашного боя, а взрывотехники специального отряда быстрого реагирования наглядно демонстрируют орлятам правила поведения при обнаружении мин, взрывчатых веществ и способы их обезвреживания. Мне кажется, я больше разобралась, как именно действуют наши службы, и посмотрела, как происходят такие ситуации, даже несмотря на то, что я на таких не была, но я почувствовала, что я на самом деле на них присутствую. Дети помимо каких-то выступлений, помимо новостей, могут сами воочию увидеть, как это на самом деле все работает, как это все взаимодействует, и к чему стремятся сотрудники, к чему могут стремиться дети. Большой интерес и эмоции у ребят вызвало выступление авиационного отряда специального назначения. С 10-метровой высоты его сотрудники десантируются по канатам и обезвреживают вооруженную группу террористов, после чего экипаж вертолета показывает элементы пилотирования. Они довольно интересно, познавательные, говорят о нашей армии, как о положительной стране. В общем, сейчас только что стал звонить папе, он у меня военный, пограничник. Я хотела ему сейчас, жалко, что он не взял трубку, я хотела сейчас ему сказать спасибо, сейчас действительно я поняла, действительно, вот какую он работу делает. Развивает патриотизм, больше молодежи хочется после этих мероприятий все-таки стать частью России, стать частью армии России. Мне кажется, это очень круто. Я горжусь своим папой, очень горжусь. И я горжусь тем, что таких, как мой папа, много, что нам об этом говорят, что нам это показывают, чтобы все об этом знали, чтобы мы были уверены в том, что мы защищены. Я сам хочу стать военным, думаю, либо спецназ, либо морской флот. Я надеюсь, когда не пригодится нам вот это вот все. Ну что, спасибо большое всем. Будем жить спокойно и мирно. В дальнейшем подобные антитеррористические мероприятия помогают подросткам и взрослым самостоятельно обезопасить себя в случае возникновения реальной угрозы. Раньше ведь, насколько я знаю, были основы военной службы, преподавали в школе. Сейчас этого не преподается. И ничего, кроме смотрстроя на физре, ничего нету вообще. Поэтому хоть какой-то проблеск вот здесь, в Орленке. Я бы хотел, чтобы было не только в Орленке, а хотя бы в каждом районе. Спасибо огромное! Наталья Садовская, Дмитрий Гришин, телеканал Орленок ТВ.